Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии Наталья Косых. Вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Молдове чаще стали ставить диагноз рака кожи. Специалисты подчеркивают, именно этот вид злокачественной опухоли легче всего предотвратить. Например, родинка поменяла цвет, стала более красной. Появляется зуд, боль. Почти миллион четыреста тысяч жителей нашей республики ответили на вопросы переписчиков с начала запуска процесса, который стартовал 8 апреля. Также за минувший месяц сотрудники Национального бюро статистики в ходе сбора данных обошли без малого миллиона домовладений. Представляя обновленные данные, представители НБС отметили, что некоторые районы выбились в передовики по количеству опрошенных граждан, преодолев 50-процентный порог. В других же населенных пунктах, в том числе в столице, сбор информации проходит значительно медленнее. Объясняется это в том числе сдержанностью и нежеланием граждан идти на контакт с переписчиками. Тем временем, митрополит Кишиневский в СИА Молдову и Владимир призывают население не бояться и открыто отвечать на заданные вопросы. По данным НБС, вперед с 8 апреля по 9 мая всеобщая перепись населения охватила миллион 394 тысячи граждан и 953 тысячи домовладений, в том числе незанятых. Беглый анализ карты переписки показывает следующее. В районах Новые Онены, Аргеев, Калара, Шунгены, Теленешты, Фалешты, Голодяны, Рыжканы и Сороки коэффициент переписи населения превышает 53%. Сбор данных с отставанием проходит в муниципиях Кишинев и Бельца, а также в районах Еловены, Страшены, Чумишлия, Кагул, Окница, Дандюшаны и Бричаны с показателем 45% опрошенных граждан. Как отмечает директор НБС Олег Карра, процесс сбора данных в рамках всеобщей переписи населения протекает согласно установленному плану. Однако граждан все же призывают проявлять больше открытости, отвечая на вопросы переписчиков. Встречаются случаи, когда люди не готовы при первой встрече с переписчиком отвечать на вопросы, и человек вынужден повторно приходить. В некоторых случаях людей нет дома, тогда переписчик оставляет записку с номером телефона, и люди перезванивают позже. Так процесс затягивается. За месяц сначала всеобщей переписи зафиксировано, и несколько случаев конфликтных ситуаций. Граждане вступают в спор с переписчиками, даже требуется вмешательство полиции. В подобных ситуациях при инцидентах требуется вмешательство полиции. К счастью, их не так много, но раз встречаются подобные ситуации, чтобы обеспечить защиту переписчика, он по инструкции обращается за помощью правоохранителей или других компетентных структур для разбирательства. В продолжение глава НБС напомнил, что собранные в рамках переписи данные носят исключительно статистический характер. Полученная информация необходима для последующего планирования и развития проектов инфраструктуры в населенных пунктах. А потому Олег Карра в очередной раз призвал граждан проявлять открытости и сотрудничать с переписчиками. Схожие по содержанию послания адресовал и митрополит Кишиневский, всея Молдовы, Владимир. Дива Мария с Иосифом с самого начала отправились в Вифлеем для участия в той же переписи. То есть еще две тысячи с небольшим лет этот закон соблюдался. Поэтому то, что принадлежит государству, давайте отдадим государству. То, что принадлежит церкви, давайте отдадим церкви. Это нормально, это хорошо, когда мы знаем, сколько у нас людей, какой они веры. Понятно, что там много вопросов, но это меня не касается. Мы за то, чтобы перепись проводилась. Представители Национального статистики также сообщили, что по завершению переписи последует этап проверки. Это значит, что жителям республики могут перезвонить для уточнения каких-либо сведений и сверки полученной информации. Будет отобрана группа граждан, чтобы проверить сведения, полученные в рамках всеобщей переписи населения. Это необходимо, чтобы понять, насколько емко и точно были выполнены внутренние работы. Всеобщая перепись населения в Молдове проводится вперед с 8 апреля по 7 июля. Перепись проводится раз в 10 лет для составления реальной и полной демографической картины в стране. Особранные данные лягут в основу проектов развития на местном и общенациональном уровне и послужат для разработки государственной политики в сфере образования, культуры и социальных услуг. Молдова сможет приступить к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз уже в ближайшее время. С заявлением выступил еврокомиссар Йохан Несхан, отметив, что молдавским властям еще предстоит поработать над реформой правосудия. С такими оптимистичными прогнозами согласился и госсекретарь Департамента по связям с Республикой Молдова в правительстве Румынии Адриан Дупу. Чиновник предположил, что старт переговорам будет положен уже грядущим летом. В ходе визитов в Кишинев по случаю празднования Дня Европы Йохан Несхан отметил, что Молдова может стать частью европейской семьи до 2030 года. А переговоры по этому вопросу начнутся в ближайшее время. Конечно, я должен сказать, что следил за Молдовой более 10 лет по разным поручениям. Видел взлеты и падения, но сейчас мы видим только прогресс. Есть еще кое-что, что предстоит сделать, но глядя на зафиксированный результат, думаю, что это можно будет сделать очень скоро. Я думаю, что страны-члены согласятся начать переговоры. Однако Молдове еще есть на чем поработать в плане реформы правосудия, добавил европейский чиновник. Речь идет в особенности о вопросах правосудия. Верховенство закона очень важно. Мы хотели бы видеть независимую и сильную судебную систему. Президент Молдовы Майя Санду выразил надежду на то, что переговоры могут начаться в конце июня после выборов в Европейский парламент. Я думаю, что самые важные решения стран-членов и европейских институтов уже приняты. Это воодушевляет нас. Это также должно воодушевлять граждан Республики Молдова. Как я говорила сегодня и говорю каждый раз, европейская интеграция является важнейшим проектом для страны. Оптимистично смотрит на евроинтеграционные перспективы Молдовы и госсекретарь румынского департамента по связям с нашей страной Адриан Дупо. Он убежден, что переговоры о вступлении нашей страны в ЕС начнутся этим летом. Я не могу оценить, сколько времени займет назначение нового руководства. Не исключено, что это произойдет в конце июня, но совершенно точно, что это произойдет этим летом. Адриан Дупо убежден, что наша страна не получит ничего, кроме выгоды от этих переговоров, проводя параллель с путем, который прошла Румыния. По словам чиновников, в 2000 году, когда страна начала переговоры о вступлении, средняя зарплата по экономике составляла 100 долларов. А в 2007 году, когда Румыния стала членом ЕС, средняя зарплата достигла 400 долларов. В настоящее время этот показатель дошел до 1000 долларов в месяц. Румыния внесла в бюджет Евросоюза, с тех пор, как она является его членом, 30 миллиардов евро. Взамен она получила 90 миллиардов евро. Всего за эти три года после европейской интеграции в Румынии осталось 60 миллиардов евро. Что бы это означало для Республики Молдова? Румыния больше, скажем, 20 миллиардов евро в ближайшие годы. Как изменилась бы Республика Молдова с 20 миллиардами евро? Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. В середине декабря 2023 Европейская комиссия приняла решение допустить нашу страну и Украину к переговорам о присоединении к Объединенной Европе. Примерно 200 жителей Республики рискуют получить штраф за ношение Георгиевской ленты во время мероприятий, посвященных 9 мая. По данным Геноспектрата полиции, к настоящему времени установлены личности более 70 человек. Остальных идентифицируют в ближайшие дни. Напомню, за ношение черно-желтого символа предусмотрен штраф в размере 4,5 тысяч леев. Подробности дела ношения Георгиевской ленты дала начальник отдела связи с общественностью и протоколы Генинспектората полиции Диана Фитко. Выявлены 189 человек в связи с нарушением положения кодекса о правонарушениях Республики Молдова, касающихся ношения двухцветной ленты. Личности 73 из них уже установлены. В ближайшие дни будут установлены личности остальных. Обратите внимание, что число полицейских, следивших за общественным порядком 9 мая на территории Республики Молдова, было увеличено. В Генинспекторате, однако, не уточнили, входит ли в число установленных лиц политики, организовавшие 9 мая Марш Победы. Днем ранее они сослались на решение Конституционного суда, который позволяет им демонстрировать этот символ. В прошлом году попал под санкции за ношение ленточки, но оспорил в суде. Суд услышал наши аргументы, чтобы мы носили ленточку для того, чтобы почтить память погибших на войне, как и указал Конституционный суд. Поэтому сегодня я ношу ленточку вместе со своей семьей. Я делаю ленточку как символ Победы, как символ памяти о подвиге наших дедов и прадедов. Я абсолютно уверена, что каждый уважающийся человек, уважающий подвиг своих героев, должен носить эту ленточку. По крайней мере, имеет право ее носить. Тем более, есть решение Конституционного суда с прошлого года, которое четко говорит о том, что если георгиевская ленточка одета в День Победы, в знак Победы, то штрафоваться она не может. Два года назад парламент принял поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающий, цитата, «запрет общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте действий военной агрессии». Конец цитаты. Это относится к флагам, лентам, цветным лентам, например, двуцветным или черно-оранжевым, эмблемам, изображениям, буквам или цифрам, значкам, обмундированию, лозунгам, приветствиям и другим подобным знаком отличия, используемых участниками военных действий. Нарушителям правил грозит штраф до 9 тысяч леев или общественной работы на срок от 30 до 60 часов. Штраф для юридических лиц составляет 18 тысяч леев. Тем не менее, Конституционный суд постановил, что георгиевскую ленту можно носить, если она не пропагандирует действия военной агрессии, военные преступления или преступления против человечности. Резервисты вооруженных сил призывают в учебные центры нацармии. По сообщению Миноборонного цель сборов, которые пройдут с 20 по 24 мая, затем с 27 по 31 мая, проверить навыки военнослужащих и ознакомить их с техникой и вооружением. Военные учения проводятся в соответствии с положениями закона, а резервы вооруженных силы длятся по 5 дней. Подобные мероприятия проходят ежегодно. Согласно Минобороны, для организации учений резервистов предварительно вызовут в территориальные военные центры по месту прописки для уточнения их положения военнообязанного, а также вручения повестки. Учения продлятся 5 дней, в ходе которых резервистов ознакомят с техникой и вооружением нацармии, а также проверят их навыки. Согласно программе обучения, призывники выучат военные уставы и примут участие в стрельбах. Последние подобные сборы прошли в марте этого года на военноучебной базе Национальной армии. Следующие учения начнутся в июне. Сборы резервистов проводятся в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве вооруженных сил. С 8 мая в столице действует запрет на въезд на городские кладбища на легковых автомобилях. Меру городские власти объяснили необходимостью проведения работ по благоустройству. В преддверии радонец и горожане отправляются на погост и наводят порядок на могилах усопших родственников. По словам посетителей Некрополя, для них предстоящие дни момент встречи с родными и еще один повод вспомнить о тех, кто ушел в мир иной. Жители столицы в эти дни активно приходят на кладбище, чтобы прибраться на могилах своих близких. Дина Булмага пришла на могилу родителей, чтобы покрасить забор и зажечь свечи. Женщина приносит только живые цветы. Она считает, что искусственные, загрязняют окружающую среду и выглядят непривлекательно. Я слышала, что очень хорошо приносить на могилы живые цветы, а не пластиковые. Цветы из моего сада, посаженные моей мамой, и ее розы. Я принесла цветы и сказала им, мама, папа, вот ваши цветочки из сада, о которых вы заботились. Я осталась, чтобы дальше заботиться о них. Поминальный день, уход за могилами близких для православных, означает незримую связь с усопшими. Это традиция почитания и уважения к памяти о человеке. Прежде всего, это напоминает мне о дорогом человеке, с которым я прожила всю жизнь. Но кроме этого, думаю, это уважение к той жизни, которую я провела вместе с ним. На Радоницу приезжают домой многие наши соотечественники, проживающие за границей. Ангелина Шкаридова уже 30 лет живет в Чехии. Но каждый год приезжает на могилу своего отца, умершего 9 лет назад. Женщина говорит, что постоянно ощущает поддержку родного человека. У меня такое впечатление, что сверху он мне дает какие-то сигналы, какую-то силу. И когда я ощущаюсь или попадаю в ситуацию тяжелую жизненную, когда мне надо принять решение, так мне кажется, что есть какие-то знаки, которые он мне подает. Ее отец Николай Попович был физиком, профессором Академии наук Молдовы. В память о нем семья решила вывести на памятном камне его труд и преданность делу в схематической формуле. Отец был физиком, который занимался прикладной физикой и занимался слитками металлов, телур, талии, висмут. И в принципе, в общей сложности и в очень высокой концентрации на этой схеме изображена вся квинтэссенция его научной жизни. И в очень узкой области он добился очень больших результатов. Я очень горжусь им. С сегодняшнего дня на территорию кладбища можно попасть только пешком. Доступ автомобилей туда запрещен до 13 мая включительно. По словам руководителя муниципального предприятия комбината ритуальных услуг Людмилы Бацан, такое решение было принято для того, чтобы рабочие могли вывести мусор и привести территорию в порядок до Радоницы. В связи с этим граждан призывают убирать за собой мусор и выбрасывать его в мусорный контейнер. Мы прилагаем все усилия, чтобы навести порядок и успеваем вывести абсолютно весь мусор со всех кладбищ. Соответственно, мы ожидаем той же отзывчивости от тех, кто придет, даже если у них на могилах лежат какие-то продукты или напитки, чтобы после этого они вынесли их в мусорные контейнеры. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности граждан призывают перед уходом гасить свечи на могилах. Ранее муниципальные власти объявили, что на Радоницу 12 и 13 мая до кладбищ будет ездить бесплатный транспорт. Речь идет об автобусных маршрутах номер 27 С и Д. Более подробную информацию о расписании маршруте можно найти на странице Примырии Кишинева. За день до Радоницы на центральном рынке у рядов с посудой и полотенцами наблюдается столпотворение. Жители республики готовятся ко дню поминовения усопших и массово закупают дары, так называемые поманы. Пользуются спросом в том числе искусственной цветочной композиции, хотя эксперты не рекомендуют оставлять пластиковые цветы на могилах. С этим днем связано множество традиций, которым до сих пор следует в нашей стране. Подробности в репортаже. У прилавков с посудой на главном рынке столицы больше всего людей. По словам продавцов, поманы можно собрать на любой бюджет. У кого-то есть много, у кого-то ничего нет. Для кого-то и 20 лет тарелка это дорого. А цены какие? От 20 до 30, 35-40, 20. Ну, 35-40 это уже просто огромные болы. В прошлом году больше шли чашки. В этом году люди сказали, чашки уже вот так, и беру тарелки. У продавцов полотенец и постельного белья покупателей поменьше. Цены по сравнению с прошлым годом остались прежними, но люди стараются покупать для поман что-то более доступное. В этом году продажи слабее. Возможно, потому что у нас много конкурентов, а денег у людей нет, их меньше. И что покупают? Мелочь, предметы подешевле, полотенце, одеяло подешевле. А какие цены? Что почем? Если кухонные полотенца 20, 23, 25 леев для лица, для ванной по 50-100 леев. Покупают и большие? Не очень. Покупают вот эти подешевле. Мы ожидали, что станет лучше, но уже как есть. А те, кто покупают, что покупают? Больше вот такие полотенца. Цены от 20 до 50 леев. Нет, людей совсем мало. Искусственные цветы люди покупают активно. Несмотря на призывы не оставлять их на могилах. Цветы стоят от 15 до 100 леев. То же самое касается и венков. А что выбирают молдаване? Подешевле, подороже? Подешевле. Для некоторых молдаван помана имеет больше духовную, чем финансовую ценность. Поэтому они готовы потратить тысячи леев, чтобы подать милостыню на радонецу. Я не считаю, потому что оба родителя умерли, для нас это не важно. Важно то, что это дано от души. А что вы думаете о ценах? Да нормально, можно найти и такое, и такое. А что вы купили? Я купила полотенце, чашки, и нам еще многое нужно купить. Но это не важно. Важно то, что вот здесь. Я купила цветы, чашки и вазы для цветов. Сколько вам все это обошлось? 200 леев. А на какой бюджет вы рассчитывали? У меня пенсия 2000 леев. И сколько денег уйдет на поманы? Где-то тысячу, тысячу с чем-то. И это больше, чем в прошлом году? Конечно, больше. Тысячи, что это такое? Может, 2000 леев, родители не продаются. А что вы думаете о ценах? Да нормальные, хорошие. Что вы купили? Красивые тарелки, чашки, как на радонецу. Вот такие миски. Несколько мисок для клубники, фруктов. Я даже купила несколько миленьких платочков. И подумаю взять еще что-то. С целым мешком, конечно, не пойдешь. А так примерно три одному, еще три другому. А на какой бюджет рассчитываете? Я все посчитала. С транспортом примерно 3000 леев. Красивые тарелки. У других бюджет жестоко ограничен. Мы хотим купить подарки на кладбище. Подарки дать за упокой души. Вот, мы хотим. А бюджет у вас какой? А бюджет у меня с пенсии у меня осталось 500 леев. И вот я сейчас куплю на эти 500 леев и буду ждать следующую пенсию. Флор, лек, и два. Сколько обошлись цветы? Они недорогие. По 10 леев за штуку. Я купила на 100 леев. Какой бюджет вы предусмотрели в этом году на Радоницу? Я так подумала, чтобы было подешевле. Не очень дорого. Скажу честно, около 200-300 леев. Не больше. Я не могу себе этого позволить. Пенсия маленькая. Но мы должны. Куда нам деваться? У нас такая традиция. Традиция ла ноль. На полотенце, посуда. И сколько вышло у вас? Ну, не знаю. До 200 леев, наверное. Я брала совсем немного. Пенсионерка. В этом году Радоница будет отмечаться 12 и 13 мая. Тревожная статистика. В Молдове все чаще ставят диагноз рак кожи. Так, в 2022 году злокачественные образования выявили почти у 1 тысячи человек. Показатель примерно на 100 случаев превышает статистику 2021 года. Специалисты объясняют такой рост тем, что озоновый слой становится тоньше и обеспечивает меньшую защиту от солнечных лучей. Как вовремя распознать и как обезопасить себя от рака кожи? Подробнее об этом в нашем материале. Рак кожи является одной из наиболее распространенных форм онкологии во всем мире. Основным фактором его возникновения является чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения. Число случаев рака кожи увеличивается с каждым годом в связи с истончением озонового слоя, что косвенно приводит к более интенсивному взаимодействию ультрафиолетовых лучей. В группе риска находятся люди, которые прежде всего имеют генетическую предрасположенность, имеют более светлую кожу, белую, с веснушками, зеленые, глаза голубые, а также люди, которые много работают на солнце и подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей или часто посещают солярий. В группе высокого риска также причисляются люди с ослабленной иммунной системой и те, у кого на теле много родинок. Самый распространенный вид рака – меланома. Согласно статистике, причиной каждой третьей смерти от рака кожи является воздействие ультрафиолетового излучения, которому люди подвержены во время работы под открытым небом. Доказано, что если у человека было пять или более солнечных ожогов, то риск развития меланомы увеличивается вдвое. Тем не менее, врачи утверждают, что рак кожи легче всего предотвратить, поскольку его можно увидеть невооруженным глазом. Например, родинка поменяла цвет, стала более красной, появляется зуд, появляются боли, или появляется пигментное пятно в области родинки, или вообще какие-то изменения, которых раньше не было на коже. Красные, белые, розовые, болезненные, которые имеют разные выделения. При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Чаще всего это хирургическое лечение, но при своевременном выявлении очень хороший прогноз. Около 10 лет, где-то 98% проживают более 10 лет. Лето наступит совсем скоро, и в этой связи врачи дают ряд важных рекомендаций. В начале все должны использовать кремы с SPF 50. Затем можно уже с меньшей степенью защиты, 30-ку. Ультрафиолетовые лучи опасны не только для кожи, но и для роговицы. Необходимо носить солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета. Период пребывания на солнце нужно сократить. Чем меньше, тем лучше для организма. По данным статистики, в 2021 году немеланомный рак кожи в Молдове выявили у 883 человек, а в 2022 году у 975. Выросло и число злокачественных меланом со 123 случаев в 2021 году до 143 в 2022. В этом году Молдова присоединилась к Международному движению по повышению осведомленности о раке кожи и проводит кампанию под девизом «Рак кожи – это серьезно». Акция проходит с 1 по 31 мая с целью информирования населения о рисках для здоровья и мерах профилактики заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно выявляют до 3 миллионов случаев немеланомного рака и свыше 132 тысяч случаев меланомы. По меньшей мере 4 человека погибли, 6 госпитализированы после падения пассажирского автобуса в реку. Трагедия произошла в пятницу в центре Санкт-Петербурга. По некоторым данным, в момент ЧП в салоне автобуса находились около 20 человек. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Также известно, что мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным российских СМИ, трагедия произошла сегодня утром. На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как автобус ехал по странной траектории, затем протаранил несколько автомобилей, подъехавших к перекрестку, снес парапет моста и упал в реку Мойку. В салоне находились пассажиры, но их количество неизвестно. Прохожие первыми бросились на помощь пострадавшим. Они начали нырять в воду без какого-либо специального снаряжения. Некоторых пассажиров вытащить удалось из люка автобуса. В спасательной операции были задействованы 69 спасателей и 18 единиц техники, сообщили в управлении МЧС по городу Санкт-Петербургу. По данным местных источников, в аварии погибли 4 человека. Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти. Водитель автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело. Причину трагического происшествия правоохранительные органы города пока не озвучили. Южная Корея пытается найти решение для повышения рождаемости. Власть рассматривает возможность создания специального министерства, ведомства, как сообщается, займется решением. Проблема в том числе путем улучшения политики в области труда и социального обеспечения. Анонсировал создание нового министерства, ответственного за повышение рождаемости, президент страны Юн Сок Ёль. По его словам, власти готовы максимально мобилизовать все государственные возможности для решения проблемы низкой рождаемости, которую можно назвать чрезвычайной ситуацией, сообщает СНН. Новый правительственный орган будет заниматься социальными вопросами и разрабатывать политику в области образования, труда и социального обеспечения. В Южной Корее самый низкий в мире коэффициент рождаемости, который отражает среднее количество детей, рожденных женщиной за всю жизнь, сообщает Эйджер Пресс. В 2023 году этот показатель составил всего 0,72. Это ниже коэффициентов 2,1, необходимого для поддержания численности населения. По прогнозам экспертов, при нынешних темпах спада к 2100 году населения Южной Кореи сократится до 25 миллионов человек при нынешних 51 миллионе. Причины таких демографических сдвигов в регионе кроются в требовательной культуре труда, стагнации зарплат, росте стоимости жизни, изменении отношения к браку и гендерному равенству и растущем разочаровании среди молодого поколения. Глобальное потепление можно значительно отсрочить, если превращать атмосферный углекислый газ в твердый углерод. Ученые пытаются найти решение проблемы увеличения выбросов парниковых газов и вызванного этим изменения климата. В Исландии два дня назад запустили крупнейшую в мире установку по очистке атмосферы от углекислого газа. Технология работает по принципу гигантского пылесоса, который высасывает из атмосферы загрязняющие вещества, вызывающие нагревание планеты. Установка, предназначенная для очистки воздуха от углерода, получила название «Мамонтона». В 10 раз больше аналогичной конструкции, которая также работает в Исландии с 2021 года. Улавливание углекислого газа из воздуха – это технология, позволяющая всасывать воздух и очищать его от углерода с помощью химических веществ. Затем углерод можно использовать повторно или превращать в твердые продукты. Вся операция осуществляется за счет богатых запасов, чистой геотермальной энергии Исландии. В шведском Мальме накануне прошел второй отборочный этап международного песенного конкурса «Евровидение-2024», по итогам которого определились еще 10 финалистов. За право выйти на сцену в большом финале состязались исполнители от 16 стран. Всего же 11 мая в борьбу за главный приз – почетное право проведения «Евровидение» в следующем году, а также кубка в виде хрустального микрофона, вступят артисты, представляющие 26 государств. 9 мая отгремел второй полуфинал «Евровидение-2024», по итогам которого определились участники следующего и заключительного этапа большого финала. На сцену поднялись представители 16 стран, из которых зрители выбрали всего 10. Как выяснилось, больше всего впечатлили своими номерами во втором отборочном туре представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Израиля, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Напомним, Молдова до финала не дошла. Представительница нашей страны Натальи Барбу, которая выступила с композицией «In the Middle», не удалось завоевать зрительских симпатий. По итогам первого отборочного тура в финал пробились представители Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии, Люксембурга. Большой финал 68-го Евровидения состоится 11 мая, когда на сцену поднимутся исполнители из 26 государств, 20 финалистов, а также представитель Швеции, страны-хозяйки конкурса и большой пятерки, в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Это были главные события дня. О других новостях мы расскажем в наших репортажах на следующей неделе. Следите за нами также и в социальных сетях. Увидимся с вами в понедельник. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова